МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник глазами команды ЮИТВ. Я Анна Нитченко. Добрый вечер. Боевики обстреляли населенные пункты возле линии разграничения в Донецкой области. В эти выходные дома мирных жителей были разрушены в результате разрыва в мин калибра 120 и 82 мм. Ранена жительница Маринки. Боевики используют и специфические реактивные снаряды от переносных установок ГРАД-П. Размер воронок после обстрелов указывает на увеличенный вес взрывчатого вещества боеприпаса. Информацию об этом украинская сторона передала представителям миссии АБСЕ. В последнее время количество обстрелов незаконных вооруженных формирований по населенным пунктам, в частности, жилищному сектору, увеличивается как по количеству, так и по качеству. Это подтверждают недавние обстрелы таких населенных пунктов, как Жованка. Там было повреждено около девяти зданий. Туда прилетали снаряды 120 мм и 82 мм. Есть дома, которые полностью разбиты прямым попаданием боеприпасов – 120-мм мин. Из ручных противотанков и гранатометов участились обстрелы Маринки. Это мощное оружие разрушает дома и приусадебные участки и инфраструктуру. Конечно, страдают и люди. Во время обстрела Маринки пострадала женщина 1940 года рождения. Ее госпитализировали с осколочным ранением предплечья. Ей сделали операцию. Жизни ничего не угрожает. Также могу констатировать, что незаконные вооруженные формирования все чаще применяют специфическое оружие. В частности, переносные комплексы «Град-П», так называемый «Партизан». Оружие очень мощное и наносит много вреда. Пункты, которые находятся на линии разграничений, обстреливаются практически ежедневно. Россия и дальше поддерживает боеготовность 1-го и 2-го армейского корпусов боевиков на Донбассе. Через Краснодон в сторону Луганска прошли семь топливозаправщиков. В Стаханове и Первомайске наемники проводят ротацию. Также им переместили два танковых взвода. Об этом сообщила украинская разведка. Боевики из Горловки провели боевую подготовку и вернулись на место постоянной дислокации. Через Макеевку переместили артиллерийский взвод гаубичного дивизиона. Активизировали разведку с воздуха. Применили шесть беспилотников. Украинская сторона сообщила ОСЕ о градах и танках противника возле пунктов Лозовое и Донецк. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжается доукомплектование соединений российско-оккупационных войск. В частности, 70 человек прибыли из России для вхождения в ряды так называемого 9-го полка «Новоазовск» и еще 50 человек в ряды так называемой 7-й бригады «Дебальцево». Отметим, что эти подразделения противника в течение последних месяцев понесли тяжелые потери в результате боевых действий на передовой. 107 украинцев в заложниках у пророссийских боевиков в оккупированных районах Донбасса. Среди них военные и гражданские. Об этом напомнила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Герасченко. На своей странице в Facebook написала «Работа по их освобождению не прекращается. В частности, на последней встрече в Минске подтвердилось наличие 45 людей из списка заложников, а не 20, как утверждали представители псевдореспублик. Между тем, сегодня в Киеве прошла акция в поддержку украинских пленников. Ее инициировала нардеп Надежда Савченко. Под администрацию президента пришли родные и близкие заложников. Призвали власти к решительным шагам по освобождению украинцев. Россия в Крыму проводит ротацию воздушно-десантных войск. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Сегодня проходят ротации батальона тактической группы в Джанкое. Как сообщил Скибицкий, ротацию проводят, как правило, каждые полгода. Помимо того, в РФ готовятся к запланированным на сентябрь учениям «Кавказ-2016». Их проведут на территории Южного военного округа. Скибицкий констатировал, уровень угрозы для Украины со стороны России растет. Напомню, накануне очевидцы сообщили о больших группах российской военной техники в районе Армянска и Джанкое. В субботу в Керчь из России через паромную переправу прибыло большое количество военной техники, которая проследовала вглубь Крыма. Август 2008 года навсегда останется в памяти грузинского народа. Сегодня исполняется 8 лет с начала российско-грузинской пятидневной войны. Ее эпицентром стало вооруженное противостояние властей с сепаратистами в грузинском регионе Южной Осетии. В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии. Как это было, вспоминала Маргарита Стутюк. 8 лет назад Россия напала на Грузию и оккупировала часть ее территории. Под агрессию русского мира попала Южная Осетия. Два узких горных ущелья, несколько десятков деревень и 50 тысяч населения. Когда Владимир Путин зашел со 100-тысячной армии и бомбил нас с 200 самолетов, он не имел цели только захватить два горных ущелья. Он хотел свергнуть правительство Пилиси, захватить всю Грузию, контролировать всю Грузию. Точно так же, как в Украине. Формальным поводом вторжения было якобы нападение грузинской стороной на российских миротворцев и защита мирного осетинского населения. Во время этих многих недель, война была явно не пятидневная, много недель, значительная часть грузинской территории, где-то почти половина была оккупирована российским войскам. То есть все было рассчитано на то, что экономика сломается, все парализуется. То, что конфликт в Южной Осетии не спонтанное проявление братских чувств великого русского народа, а тщательно спланированный десятилетиями план Кремля, считают и военные эксперты. Путин уже после конфликта в Южной Осетии публично признал, что российский генеральный штаб имел несколько вариантов плана вторжения в Грузию. Он говорил об этом с иронией. План был, и, по-моему, это не секрет, именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше, это не секрет, повторяю еще раз. План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006-го. Еще с начала 90-х, как и в украинском Крыму, населению Абхазии по-тихому выдавали российские паспорта, а с экрана телевизора глаголила российская пропаганда. Внимание говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Как результат, в 1992 году в Грузии началось военное противостояние. Абхазские сепаратисты хотели независимости. Им на помощь пришла все та же Россия. Тогда Грузия проиграла. А 250 тысяч мирного населения были вынуждены покинуть Абхазию. Повторить победу в Южной Осетии россиянам не удалось. В 2008 году на помощь грузинам пришли украинцы. Украина нам дала систему БУК-ЯСА. И она дала несколько боекомплектов каждой системе. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков. Включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто никогда до того не сбивал. Наш большой сосед имперское государство. И поэтому пока расстановка сил не изменится, Украине и Грузии нужно помогать друг другу. Наращивать свою военную мощь и возвращать оккупированные территории. Объектом российской агрессии сначала стала Грузия, затем Украина. Следующими были бы страны Прибалтики, говорит Михаил Саакашвили. Объясняет, такого мощного противостояния в лице украинской армии Кремль не ожидал. Если Украина сдержит, тогда Украина сыграет такую же роль для Европы, как Венгерская империя в свое время сыграла для остальной Европы. Она спасла их от угрозы с Востока. Украина может их держать. Поэтому Украина выполняет гораздо большую роль, чем просто защищая себя. Агрессия России в Грузии в 2008 году была прологом российской войны против Украины. То, что 8 лет назад видели только самые прозорливые, сегодня очевидно всем. Об этом в годовщину нападения РФ на независимое государство написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. По его словам, Украина мужественно держит оборону на восточной границе Европы. И, как никто другой, последовательно поддерживает восстановление территориальной целостности Грузии. А также никогда не признает российские марионеточные режимы в Абхазии и Южной Осетии, подчеркнул Порошенко. В 2008 году вторжение российских вооруженных сил на территорию Грузии оказалось полной неожиданностью для международного сообщества. И в то время реакция мирового сообщества была довольно вялой. Потому что как реагировать на нарушение международного права ядерной державы? Тогда абсолютно никто не понимал. Единственное, что смогли, когда начали демонстрировать кадры бомбежек и сотен погибших мирных жителей в Грузии, это выражение беспокойства и инициирование переговоров. Тогда Франция была председательствующей в ЕС. Николай Саркази попытался воспользоваться своими добрыми персональными отношениями с руководством России и предложить план урегулирования. Он предусматривал отвод войск Российской Федерации с территории Грузии. Так удалось быстро прекратить военные действия. Но ввиду того, что международное сообщество было не в состоянии жестко реагировать на военные действия, и учитывая то, что Россия согласилась прекратить военные действия, в практической плоскости не ставился вопрос о введении санкций против Российской Федерации. Апелляцию защиты на арест бывшего главы фракции партии регионов Александра Ефремова рассмотрят 10 августа. Не все ознакомились с текстом жалобы. Такое решение апелляционный суд Киева принял сегодня. Напомню, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту Борисполь при попытке улететь в Вену. Его арестовали на два месяца. Подозревают в создании террористической организации ЛНР и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Ефремов обвинение не признает. В деле против него сегодня арестовали на два месяца еще одного экс-регионала Владимира Медяника. Его также подозревают в организации и создании террористической группировки ЛНР. Задержали Медяника накануне. Их генпрокуратура не ограничится арестом. Ефремова и Медяника будут новые задержания. ГПУ владеет доказательствами против группы лиц, подозреваемых в содействии сепаратистам. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время подписания приказа о подборе кадров для Генеральной инспекции ГПУ. В ее состав войдут 80 человек. Они будут контролировать законность действий прокуроров и следователей всей системы прокуратуры. В частности, бороться с коррупцией в ведомстве. Конкурс проводит спецкомиссия. Большинство в ее составе – представители общественности. Конкурс состоит из предложения добровольно пройти тест на IQ, а также на знания законодательства. Кандидаты, которые лучше других сдадут тест, допускаются к собеседованиям с членами комиссии. После этого комиссия определяет самостоятельно проходной балл тестирования. В ходе собеседования, обращая внимание на успешные кейсы в предыдущей деятельности кандидатов, комиссия определяется с победителями. Продолжение следует... Глава правительства отметил, что в работе офиса используют наработки подобных органов, которые функционируют в США и странах Европы. Офис будет взаимодействовать со всеми украинскими финансовыми ведомствами. Инвестиции меняют страну. Если мы условно возьмем 10 компаний, которые могут инвестировать сегодня в Украину, это будет один шаг. А если мы возьмем сотни тысяч компаний, которые могут инвестировать в Украину, они будут менять культуру ведения бизнеса. Они будут создавать конкурентные условия для рынка труда. Они будут развивать самый ценный капитал, который есть сегодня в стране. Это граждане с точки зрения их знаний, навыков, опыта, образования. И это то, что меняет страну. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая институция начала работать достаточно быстро. Водная полиция появилась в Киевской области. В Вышгороде запустили первую в регионе полицейскую лодку. К несению службы приступила группа реагирования патрульной полиции на воде. Все происходило под контролем главы нацполиции Хати Деканаидзе. Она посетила с рабочим визитом в Вышгородский учебный центр подготовки полицейских. Вместе с патрульными осмотрела катер и приняла участие в водном патрулировании. Самое главное, вы знаете, вот тоже мы обсуждали связь с полицейскими. Не хватает техники, не хватает лодка старая, например, надо отремонтировать патруль. Да, речная полиция – это очень дорогое средство. Но это очень важно, потому что у нас особенно Киевская область, особенно Киев, наша столица, которая нуждается в этом направлении. Патрулирование проходит целодобово. Патрулирование проводим круглосуточно и днем, и ночью. Патрулируем по береговой линии Киевского водохранилища и прилегающие территории. Охраняем общественный порядок, выявляем правонарушения, браконьерство, незаконный вылов рыбы. Украинский самолет Ан-2 внесли в книгу рекордов Гиннеса. Это самый массовый в мире одномоторный биплан за всю историю авиации. Он выпускается уже более 60 лет. Создатель самолета – легендарный авиаконструктор Олег Антонов. А Ан-2 выпускает еще и в Китае. Самолет Ан-2 в народе известный как «Аннушка». Идея создания такого рода биплана пришла Олегу Антонову в 1947 году. Первым поднял самолет в небо пилот Николай Володин. После года испытаний государственная комиссия пришла к выводу, что самолет чрезвычайно прост в пилотировании, доступен летчикам ниже средней квалификации и при этом прощает грубые ошибки. С таким вердиктом «Железную птицу» запустили в массовый тираж. Один из первых самолетов. До этого он занимался очень много интересных и успешных планиров, которые выпускались серийно. А после войны в 1947 году был создан самолет Ан-2. Юрий Владимирович – авиаконструктор и пилот. «Аннушка» была первым самолетом, который он увидел еще в детстве. В подростковом возрасте ему удалось прокатиться на легендарном биплане. И уже будучи конструктором, Юрий встретился с легендарным Олегом Антоновым. Это первый живой самолет, который я увидел в своей жизни. В нашем маленьком поселке в Ростовской области был аэродром местных воздушных линий. И таких аэродромов было очень много. Через каждые 25 километров был аэродром. И с этих аэродромов маленьких, травяных, летали самолеты Ан-2, возили пассажиров. А также опыляли близлежащие поля. В бывшем СССР он перевозил пассажиров и грузы. В сельском хозяйстве был просто незаменим. Здесь его прозвали «кукурузником». Ан-2 эксплуатировали в самых суровых условиях. На нем летали нефтяники и геологи. Он возил ученых на экспедиции в Арктику. Ведь Аннушка была очень неприхотливая. Могла взлететь с полей, снега и даже водной глади. Всего было создано 15 модификаций самолета. Может садиться на снег спокойно. Как бы неподготовленные площадки. Также был вариант самолета Ан-2 на поплавках. Серийно выпускались поплавки. И самолеты Ан-2 оборудовались этими поплавками. Ан-2 производился в Советском Союзе и Польше. До сих пор около 20 машин в год по лицензии собирают в Китае. Только там его зовут Юншунджи-5. За почти 70 лет построено более 18 тысяч бипланов. В Украине на сегодняшний день осталось 135 аннушек. Из них в летном состоянии полсотни. Книгу рекордов Гиннеса Ан-2 попал как единственная авиамашина, выпускающаяся более 60 лет. От Аннушки к Олимпиаде. Стрелок Сергей Кулиш завоевал первую медаль в Рио. Он выиграл серебро по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Результат 204,6 баллов. Еще один украинец Олег Царько в турнире занял 8 место. Сегодняшний день в Рио можно также назвать днем гимнастов и женской сабли. Финал в командном многоборье и в сабле, а также индивидуальное первенство будут поздно вечером. Наши саблистки Ольга Карлан и Алина Камощук завоевали первые победы на пути к финалу. Еще одна украинка Елена Кровацкая проиграла матч за выход в 1-16 и Птихадж Мухаммад из США. Татьяна Беленко в турнире по настольному теннису остановилась на стадии 1-8 финала. Всего в Рио в третий день соревнований разыграют 14 наград в 8 видах спорта. Среди комментаторов, которых национальный телеканал ЕИ первый пригласил освещать Олимпийские игры в Рио, Светлана Мази. Академическая гребля – вся ее жизнь. Участница четырех Олимпиад в составе четверки парной была дважды серебряной призеркой в Сеуле 1988 и в Атланте 1996. Готова часами повествовать зрителю о своем любимом виде спорта. В 2007-м Светлану пригласили комментировать чемпионат мира. И с тех пор она – желанный гость для всех украинских теле- и радиоканалов. 6 августа все телезрители вместе с ней держали кулаки за нашу мужскую и женскую четверку в квалификационных заездах. И обе наши команды успешно вышли в финальный заплыв. Правда, когда его проведут, сказать сложно. Переменчивая погода вносит свои коррективы в график выступления гребцов. Рядом океан. В любую секунду может налететь, раздуть и все остальное. И канал находится очень близко. Вот посмотрите по карте, там и километра нет к финишной зоне, к океану. Поэтому немножко горные такие моменты, не сильные горы, но тем не менее есть диск возникам разгуляться. Поэтому ждать погоды плохой, конечно, не надо, но она может быть. На Олимпиаду слабые не приезжают. Приезжают все абсолютно сильные. И где-то, может быть, одинаково сильные. Так вот, у кого сильнее характер, кто, скажем, психологически себя переборет именно перед гонкой, потому что халапутия и так мандраж, вы себе даже не представляете, есть не можешь руки труситься. И вот кто больше, лучше переборет это, может быть, с психологами работает, может, еще как-то самостоятельно, кто на опыт свой опирается. И кто больше характера проявит именно командного, дружного вот этого коллектива, как это было в 2012 году, наш девчонок, именно дотерпит зубы, покажет спортивные до финиша, тот и побеждает. Два моря, украинские Мальдивы и самая большая в Европе пустыня – это Херсонской области. Мультимедийная платформа и навещание Украины начинает знакомить своих зрителей и читателей с нашими регионами. Проект инициировало агентство «Украинформ» ко дню независимости Украины. Именно Херсонщина открывает марафон и неспроста. Здесь написана первая конституция Украины. Азовское и Черное море омывают 200 километров побережья Херсонской области. Здесь расположен самый большой украинский остров Джаралгач. Его туристы называют украинскими Мальдивами. И тут же крупнейшая в Европе пустыня – Олешковские пески, которая занимает 2000 квадратных километров. И самый старший украинский заповедник – Аскания-Нова, которому почти 200 лет. В этих окрестностях на Каменской Сечи родилась первая украинская конституция Орлика в 1710 году. Вы знаете о том, что Мертвое море есть в Украине? В частности, в Херсонской области есть озеро Сиваш. Его еще называют Лемурийским озером. И чтобы вы понимали, соли и те биокомпоненты, которые есть в этом озере, они превышают по своим качествам даже соли Мертвого моря. В Херсонской области 2000 гектаров подородных земель. Они славятся арбузами, помидорами, виноградом. А местные фермеры убеждены – область имеет непревзойденный экспортный потенциал. Вдвое увеличивая рожение земли, мы в шесть раз сможем увеличить потенциал выращивания культур на нашей земле. Увеличится внутренний валовый продукт, инвестирование в перерабатывающую отрасль и создадутся новые рабочие места. Это очень большой толчок для всей экономики нашей страны. До начала оккупации Крыма Херсонщина была наименее милитаризированным регионом Украины, но стала настоящим форпостом на пути российской агрессии. Обороноспособность Херсонской области на наивысшем уровне. Каждый день мы проводим совещания по ее улучшению и усилению. У нас постоянно проходят военные учения. Последние были «Южный ветер» под руководством начальника генштаба Украины. Они включали авиацию, артиллерию, мотострелковые войска. Вызовом для области стала информационная безопасность. Под контролем оккупантов оказались мощные передатчики эфирного сигнала. В частности, Красноперекопская вышка. Долгое время приграничные районы видели только российские СМИ. Нынче эту монополию удалось разрушить. Украинский сигнал постепенно пробивается и на оккупированную территорию. Сейчас планируется вынести, я не знаю, когда это будет точно, четыре частоты, которые пойдут на Крым. Они проходят международную координацию. После того, как она закончится, согласно закону, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет объявить конкурс на четыре частоты на Крым. Я думаю, что в течение нескольких месяцев это, наконец, произойдет. В Херсонской области поселилось наибольшее количество крымских татар, которые спасались от российской агрессии. Здесь они обжились, создали культурные центры. Тут же действует региональный меджлиз крымских татар и херсонский городской меджлиз. Хотя сами крымчане говорят, как бы хорошо в гостях не было, дома лучше. И не теряют надежды вернуться в украинский Крым. Маргарита Харунжа, Игорь Каркадым, UATV. И на этом прощаюсь с вами до завтра. А канал UATV продолжает вещание. Мы всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова